Привет! Продолжаем играть в ТЛД. Так, давайте переждём немного. Тут у нас война. Поможем союзникам. Получим свою, так сказать... Ну вот, опять же... Ладно, пока возьмём, но он не особо нам нужен. Сейчас его либо сдадим, либо просто отпустим. Этих мы не можем забрать. Это мы забираем. А, да. Мне тут порекомендовали. Некоторые вещи рассказали. Я по глупости думал, что оно вот так вот, а оно нет, не так. Обломайся называется. Качать мы с вами будем в любом случае конницу. Почему? Объясню. Минута, у нас же задание, насколько помню, про пленных. Надо их сдать. Почему? Потому что конница, урохана, это основная сила. Я что-то путаю. У нас другое задание. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас за задание. Что я мог забыть. А, да, у нас, точно, мы это задание выполнили, все в порядке. Это уже путаюсь немного. Давайте сдадим пленных, к чертовой бабушке. Они нам в любом случае не нужны, а вот очки снабжения за них нам очень даже понадобятся. А, еще. Есть, что, еще, еще. Так, давайте этих мы не сдадим в любом случае. Пехотинцы. Нет, сейчас невыгодно просто нам сдавать. Ладно. Так. Нам бы боевого коня взять, но у нас слишком мало. Слишком мы слабые для него. 35 рубящий. Но он очень короткий, на лошади им неудобно. Да, в принципе, им не очень удобно. 38 рубящий. Нельзя использовать. Но это двуручный, двуручный выбрать не будем пока. Мы с вами съездим к эльфам. И у эльфов посмотрим нужное нам оружие. Да. На чем я прервался. Я иногда возвращаюсь к тому, на чем я прервался. Так вот. Мне подсказали, что я по глупости думал, что от скорости лошади зависит то, как быстро мы будем передвигаться. Это не так. В основном это идет от скиллов, таких как... Сейчас скажу, я уже не помню, как они называются. Поиска пути. Зоркость у нас влияет только на кругозор, так сказать. То же самое прослежение, насколько я понял. Нам нужно с вами прокачать эти по возможности. По возможности. Тут наши. Не хотел, чтобы они погибали, поэтому влетел. Так. Ну, основная у нас это конница, конечно. Мы будем стараться всех перевести в конницу, а оставшихся солдат либо отправим сражаться. и еще надо будет все-таки сменить копье. По возможности на какой-нибудь другой девайс. Возможно, меч возьмем. Меч он получше, либо длинный топор поищем одноручный. Так. Кто у нас остался? Мы одного потеряли. Я не знаю, это наш или не наш. Насколько я понял, у нас Ульфас получил еще один уровень. Это неплохо. Также Ульфасу нужно будет наверное все-таки дать какое-то другое оружие. А то он с копьем тоже как-то не очень сильно. Да, у нас застрельщика убили. Ну, что ж теперь. Зато мы спасли наш наш отряд из ребят. теперь по поводу повышения пехотинец. Давайте трех застрельщиков сделаем и оруженосец. Вот опять же у нас много пехотинцев, но сколько их тут. Так, теперь по поводу этого. Нам для езды требуется ловкость. Ловкость у нас сейчас и так есть. А вот поиск пути один. Давайте мы докинем. и мы докинем в силу еще один. Так, теперь сохранимся. Вот у нас тут мог семипалый. Давайте с ним весело попробуем провести время. Он уже прокачанный должен быть тоже, поэтому нужно быть поосторожней. В любом случае сейчас повеселимся. Нужно также не забыть, что у нас есть задание и насколько я помню задание у нас в другой стороне нужно будет к нему еще отправиться. Вот в чем неудобство того же копья. им трудно попасть, но при этом оно очень длинное. Им удобно сражаться допустим на земле, на лошади не очень. Так, мы с вами сделаем следующим образом. Мы спешимся. Божьем топорик. Ой, тихо, 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 тихо. Ай, я не успел отойти. Но тут сам виноват, скажем так. Почему? Что такое? Я кого-то сбил. А, я убил животинку, она умерла, а потом садника добили. Хорошо. Но их осталось 18, нас 30, мы должны все-таки победить. дурацкие деревья. На лошади и так не очень неудобно управляться. Но мне нравится эта лошадь, она достаточно быстрая, просто незаметно пробегаешь и нормально. Но то, что вот, вот о чем я говорю. То есть это очень, очень прикольно ездить на... Это очень глупо, но мне дико нравится, я не могу прекратить просто это делать. Быстро проносясь на лошади, ты одним ударом, просто если хороший разгон, то ты убиваешь. Так, Мок Семипалы, я так понимаю, свалил от нас. Так, у нас очень много раненых, нам нужно бы спрятаться где-то и вылечить хотя бы половину из наших воинов. Да и самому бы не помешало. Давайте-ка мы отправимся с вами. Ой-ой-ой. А, это караван, все нормально. Караваны за вами не гонятся. Это хорошо. У меня 32 воина, они-то хорошие, сильные, но не хочется как бы погибать на ровном месте. И по заданию нам требуется долом рот. Долом рот это у нас в гондоре, это в том углу, уголке. Очень далеко на самом деле, мне очень не нравится, что задание разбросано так сильно, но что поделать. Что ж поделать. Это как бы уже не наше. Выбор не за нами. Царь, батюшка сказал ехать туда, и мы с вами едем туда. Двуручная, двуручная, одноручная. Это плохо, плохо, плохо. Ну, это неплохо, но не то, что нам нужно. так, еда у нас есть, говядину мы отдадим, возьмем лучше сушеного мяса. И еще я хочу в отряде поговорить с пельфосом. Пехота, почему ты в пехоте? Какими мемнавиками ты владеешь? Перевез Коран, первая помощь. Неплохо. овладенятельной стрельбы у тебя нет. Думал ему дать лук, но, к сожалению, но у него копье тоже такое себе, честно говоря. Ладно, будем знать. Плюс 4, у него плюс 2, на, тебе плюс 4, 15, 20. да, у него получше, что тут сопротивление 4, 79, это одинаковое, хорошо. Теперь ты нас будешь конницей, потому что, какой из него пехота на лошади, где вот таких пехотинцев видели? Если где-то видели, пишите в комментариях, я хоть узнаю, где можно увидеть пехотинца на лошади. Кайрон Дросс более не под осадой, это у нас эльфы. Эльфы что, слабые? Почему? А, да, это не та сторона, я привык, на темной стороне они должны быть слабыми, чтобы их можно было осадить, то тут не нужно быть слабым, тут достаточно того, что ты просто не такой как все, скажем так. На самом деле печально, но факт, достаточно не такого уж сильного расхода. Не том, роханский, давайте мы переждем, пока полечимся немножко. Давайте я случайно нажал войти в город и у меня кстати этот город какой-то странный, он весь в тумане, я не знаю, это у всех так или только у меня, если только у меня, то печально. Стало сильнее, теперь она сильна. Мордор терпит поражение в битве. Мне интересно, про мою битву писали, я пропустил просто или не писали вообще. Я все-таки мога семипалова победил. Не такой уж и этот. Ой-ой-ой, это кто тут такой интересный. ну вот опять деревья, ненавижу деревья. вот вот о чем я говорю, да уйди ты зараза, ты мне всю статистику портишь. мне мне очень нравится подъезжаешь, подлетаешь даже на своем коне и хлоп в голову. Это очень хорошо, но нужно копье посильнее, наверное, подыскать. У эльфов нужно съездить к ним, у них неплохие копья были, по крайней мере, из того, что я помню. Или у них можно еще меч взять, тоже неплохой эльфийской работы. Все такое. Спасибо за помощь, пожалуйста. Тут как-то не то, что легче, но он явно веселее идет. Так, хорошо. Давайте. Не забываем сохраняться почаще, потому что игра имеет свойство глючить, раздражать и остальное. Так, хорошо, давайте. В принципе, не так далеко еще. Ехать много, но долг у дура. налетчики долг у дура, это плохо. Почему они аж тут лазят очень далеко? О, их восемь. Лошадники, на нас напали лошадники. Вот, вот, чистое поле, вот это я понимаю. Набираешь разгон на лошадке и просто вырезаешь, ребят. вот и все, что нужно. Промахнулся. Опять же. А, тут мои уже помешали. Есть. Вот, видите, сразу убил. Ладно. Не дали больше убить мне никого. ничего себе. Откуда у них столько этого добра? неплохо, очень даже неплохо. Я даже удивлен. вот, все-таки у Рохана и у светлых он медленнее набирает опыт сами воины по себе. Ну, или мне кажется. с учетом того, что битв достаточно много, все равно продвигаются немногие по карьерной лестнице, так сказать. Если на темной стороне, ну, правда, на темной стороне и сами войска по себе, они послабее будут. То есть, один на один тот же роханский всадник спокойно убьет и даже не заметит. Забавно. Дезертиры и мордорские налетчики. Хочу убить налетчиков. Черт с ними, с этими дезертирами. Но налетчики это плохо. И я их потерял. А вот, вот, вот. Моя радость. Опять восемь. Почему я приезжаю в самом конце? Ладно. Не будем жаловаться. Все могло быть еще хуже. Мы еще не встретились и несколько уже убегают с поля боя. вот, о чем я говорю. 32 урона. У меня быстрая лошадка, мы еще не подъехали. вот уже рядом. Да иди ж ты сюда. Знаешь, как неудобно по тебе попадать, зараза ты такая. Не, мне нравится. Копье это весело. Не очень практично, да, но очень весело. Вот, наконец-то. весело. да, непрактично, но весело. все. Все. убили, но мне нравится. Копье, конечно, классная вещь. спасибо спасибо за помощь. И опять же, налетчики насобирали кучу барахла. И нам требуется на ту сторону и поехать. давайте у нас в отряде опять же кто-то стал лучше, кто-то растет, кто-то молодец. Не то, что я фигней страдаю, ей-богу. Езжу на лошадке и пытаюсь копьем попасть. Не знаю, мне, конечно, это очень нравится, потому что он едет достаточно быстро, чтобы ты мог попробовать хотя бы несколько раз попасть, но если попадаешь, то это ни с чем не сравнимое удовольствие. в этой игре это просто невероятно. Хлоп и насаживаешь на копье. Все-таки Рохан это одна из моих самых любимых фракций. Просто за счет того, как эпично их показали в фильме, они мне врезались в память, особенно в третьей части, когда они приходят на помощь, это невероятно шикарно смотрится. умеют люди показать, когда надо. Так, князь, все, идем отсюда, давайте в казармы зайдем, посмотрим, хотя, что я буду тут смотреть, давайте в город зайдем, я хочу посмотреть, у них должен быть, почему так далеко, что такое, у них какая-то санитарная зона есть, или что, я только сейчас нормально смог рассмотреть рисунок на своем щите, классно смотрится, две лошади, которые копытами задними соединяются, очень прикольно, так, на-на-на-на-на-на, я слишком быстрая лошадка, нам с вами требуется найти, боже, как их называют, поставщиков, кузницу, управляющего, ну, управляющий мне не особо нужен, честно говоря, но вот, поставщик всякого, всякого вкусного, всякого полезного очень нужен, в основном кузнец нужен, я хочу посмотреть кое-что, ты у нас кто? просто священник, а, правитель, так, слышу кузницу, слишком быстрая лошадка, так, это у нас запасы, и вон кузница, я вижу, просто выехать не могу, как не смешно, вот, то, что я хотел, да, вот, копья, у них хорошие копья, 24, 30 тысяч, конечно, копья хороши, 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 надо взять, причем, это нужно не мне взять копье, а моему напарнику, улфасу, ему нужно это копье, прямо очень нужно это копье, дать его, возьмем, одноручная, доллар, рыцарь, двуручная, одноручная, вот это вот я возьму, наверное, ребятки, вместо топорика своего, и топорик, жалко, мне он нравится, зараза, он не такой, как мне нужен, хорошо, это мы взяли, и что нам еще требуется, верно, уфас, покажи-ка мне свое снаряжение, мил человек, так, это старое, 20-30, это новое, 24-34, хорошо, прекрасно, все, я бы дал ему лук, но у него нет верховой езды, а без верховой езды, он не самый полезный будет, и давайте сохранимся, потому что все-таки, это достаточно серьезная покупка, не хотелось бы ее терять, и с вами продолжим уже, с момента, когда я буду возле, Рохана, либо если я ввяжусь в какую-то драку, на данный момент я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, и подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть, пока.